Около 200 участников заочного конкурса со всей России и только 16 финалистов. Юные таланты, увлеченные фотографией, видео и дизайном, проведут ближайшие несколько дней в атмосфере творчества и вдохновения. Главной локацией фестиваля, организованного Севастопольской станцией юных техников при поддержке Министерства просвещения России, станет точка кипения на набережной Корнилова. Но снимать контент ребята будут по всей центральной части города. Здесь на самом деле на финале главная задача прокачать ребят по полной. Поэтому они, бок о бок, работая с нашими экспертами, они выполняют те задания, которые мы им даем, причем по усложненному принципу. И их еще ждет очень классный сюрприз на четвертый день фестиваля. Мы сейчас не будем раскрывать интриги, которые будут полной неожиданностью для наших участников. Передавать свой опыт и заряжать ребят на дальнейшее развитие в медиасфере будет команда экспертов из Севастополя, Москвы и Перми. Несколько часов в день юным фотографам, видеооператорам и дизайнерам предстоит работать над командными проектами, совмещая это с мастер-классами и экскурсиями. Мы уже не первый год проводим медиафестивали и мы видим, какими горящими глазами приходят к нам дети. И нам важно их объединять, потому что дети находятся в разных регионах России. Когда они приезжают на наш фестиваль, они могут бок о бок поработать друг с другом и сделать очень классный продукт. Фестиваль был продуман для того, чтобы ребята сняли туристический ролик о Севастополе. Чтобы они подготовили мерч, которым Севастополь мог бы гордиться. Для того, чтобы они сделали открытки, которые можно было бы провести из Севастополя. Как раз таки о небанальных вещах. У нас будут съемки планерные на улице в разных локациях. Я буду давать им наставление, что как можно снимать, на что делать ориентиры по технике и по теории. Обязательно для того, чтобы они сами думали. Потом мы все вместе будем проводить экспертную оценку, критику и собирать итоговый продукт. Я буду делиться с ребятами новыми технологиями, в том числе нейросетями, как работает искусственный интеллект, как его можно применить правильно, чтобы не сделали ата-та за нарушение авторских прав. Будем работать с графическим дизайном. Вообще, я хотела подтянуть монтаж, а так по себе и оператор в видеопроизводстве. Настройки камеры, всякие фокусы, планы. И вот если эту тему я продолжу изучать, приду голову безумно вас. Очень круто. У нас сегодня первый день, мы только познакомились, ребята все очень классные и крутые. Конечно же, мы приехали за эмоциями, за новыми знакомствами, за каким-то опытом в своей сфере. В любом случае, это новый опыт. Я пришла сюда в основном, даже мне не важно, у меня будет победа или нет, но вот мне очень нравятся даже те же футболки, которые нам выдали. Прекрасно. Присоединиться к фестивалю «Маяк» можно и онлайн. Выполняя отдельные задания, принять участие в розыгрыше призов. Не обязательно даже принадлежать к возрастной группе, на которую рассчитана основная программа. Эта история у нас пролонгированная. Даже сейчас могут присоединиться участники к нам, несмотря на то, что финал проходит в Севастополе. Они могут поучаствовать в наших активностях. У нас проходит видео-челлендж, у нас в том числе есть тесты для разных возрастных групп. И для детей от 5 до 11, и 12-17 лет, и 18+. Так что каждый может почувствовать свою сопричастность с медианаправлением. Узнать всю информацию о проекте и зарегистрироваться можно на официальном сайте медиафестиваля «Маяк». Конкурс.дефисмаяк.ру Полина Галушка, Дмитрий Лелека, Анатолий Паньков, Севинформбюро